да нет это это еще не то машина какая машина друзья у нас тут экстренная ситуация я хочу вам срочно эту ситуацию сказать пока наша ситуация пока у нас тут все не усугубилась только что я узнала у нас у нас полиция в большом количестве приходит полиция причем полицейские упакованные в этот с автоматами бронежилетах уже у нас тут по периметру вся охрана нашего комплекса они тоже значит уже и ходили в это бронежилет и у них чрезвычайной ситуации ситуация выглядит таким образом вот в этом комплексе где я живу мы разместили нашу редакцию 1612 здесь тоже ребята проживают журналисты которые работают вместе с нами в редакции 1612 так вот сейчас поступил анонимный звонок якобы в той квартире в которой проживают наши журналисты из редакции 1612 что якобы люди из этой квартиры заминировали наш комплекс софия клубный и вот самого утра здесь выстраиваются полицейские я сначала не придала значения потому что они другую улицу искали потом в итоге все-таки вышли на нас и сейчас таким образом здесь будет облава захват потому что к ребятам они зашли наши парни дверь не открыли мы ждем адвокатов я очень прошу поспешить право на захист прошу поддержки я прошу поддержки арио потому что здесь сейчас будет захват который связан с террористической организации и стесняться не будут будут естественно это все делается для того чтобы изъять на этот момент нашу технику под таким предлогом получить доступ к нашим материалам и так далее поэтому я сейчас обращаюсь ко всем правозащитным организациям я обращаюсь к журналистам пожалуйста приезжайте в софию клубный софийской борщаговки на улицу зеленая 2 и нам нужна ваша помощь потому что сейчас происходит провокация диверсия со стороны казахстанских спецслужб которые организовали этот анонимный звонок у них не было ни одной возможности в правом порядке получить доступ к нашей команде они все это время искали возможность получить доступ к нашей команде в правом порядке они его не нашли потому что не к чему привязаться таким образом они создали искусственную ситуацию сфабриковали этот анонимный звонок выставили наших ребят как террористов и разумеется сейчас украинская полиция должна будет реагировать мы не знаем как это предотвратить каким способом предотвратить это в срочном порядке поэтому я обращаюсь сейчас здесь сми ко всем правозащитникам у нас уже была такая ситуация когда ко мне домой приехала полиция было их несколько человек сложными корочками и пытались меня похитить это было в семнадцатом году в октябре месяце вы все помните эту историю вот сейчас история разворачивается еще круче то есть у нас сейчас пострадают журналисты канала 1612 и ситуация очень серьезная потому что они ее связывают с террористическим обвинением я просто уже была на улице я уже видела что здесь идет подготовка наши охранники уже все ходят бронежилетах и я понимаю что эта ситуация очень серьезно поэтому я прошу срочно всех адвокатов приехать поддержать нас и я прошу средства массовой информации украины поддержать нас правозащитные организации пожалуйста обратите внимание на нашу ситуацию потому что эта ситуация искусственная это делается для того чтобы получить доступ к материалам штаба двк материалом канала 1612 я поэтому очень серьезно сейчас обращаюсь за помощью и эта помощь нам нужна срочно друзья выйду еще раз в эфир буду держать вас в курсе